доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевом новостном фоне основных триггерах сложившихся в ходе вчерашнего дня ну и безусловно о тех событиях которые могут раскачать и движение на финансовых рынках уже сегодня нам как трейдером которые охотятся за волатильностью конечно же нужна рыночная мясорубка да и тот фундамент который сейчас сложился в принципе нам ее и обеспечивать что у нас по основным финансовым активом бренд 2618 я думаю вы все прекрасно знаете где лично я вижу этот актив потому что я говорю об этом из недели в неделю сейчас учетом того что у нас есть в плане спроса и предложения и лишь повторяю друзья цель что мы увидим бренд ниже 25 долларов за баррель ближе к 20 и есть мнение и позиции я в принципе отчасти их даже разделяю может быть среди вас также есть такие же мега скептики как и я то что котировки могут закрепиться даже ниже планки 20 долларов за баррель вы наверняка обратили внимание на название этого ролика то что цены просядут на нефти ниже 10 долларов за баррель это опять же одна из цитаты или лучше скажем одна из основных мыслей статьи с которой я познакомился вчера наверно не буду растекаться по древу рассказывать об основных положениях но суть там простая что на текущий момент действительно перепроизводство нефти колоссальная спрос снижается цены уже просили до таких уровней когда все под завязку пользуясь текущей рыночной конъюнтуры забивают те мощности хранилища резервуару которые имеются и эта тенденция продолжится и дальше для того чтобы эту тенденцию сломать нужно создать условия при которых начнется перебалансировка опять же перераспределение энергетических ресурсов ну попросту говорят друзья нужно отправить нефть к тем уровням когда в принципе ее добывать будет невыгодно абсолютно всем и когда логическим органическим образом начнет снижаться рыночное предложение я думаю что это котировки ниже 10 долларов за баррель в принципе согласен с идеей этой статьи и в качестве пищи для размышлений решил сегодня поделиться этой идеей с вами в целом по нефтянке все предельно ясно просто и понятно колоссальное падение промышленного производства которое наблюдается тотально по всей мировой экономике это все следствие распространения пандемии коронавирусной инфекции количество заболевших на текущий момент девятьсот тридцать семь тысяч друзья думаю что уже до конца завтрашнего дня мы можем коснуться показателя в один миллион каким бы страшным он не был парализованная международная транспортная логистика я некоторое время назад делал акцент на то что спрос на авиационное топливо вообще является лакмусовой бумажкой текущего состояния рынка энергетики сейчас безусловно этот спрос фактически на нулевых отметках поскольку авиаперевозки ну в прямом смысле не осуществляются из-за жестких карантинных мер мы ждем рост добычи со стороны стран опек и не только по данным рейтерс в прошлом месяце опек увеличили добычу на 90 тысяч в этом месяце саудовская аравия планирует поднять добычу еще на 2 миллиона баррелей известно уже что в мае рост добычи может дополнительно составить еще 600 тысяч баррелей то есть рынок будут заливать небывалым количеством предложения это тогда когда мировая экономика задыхается и спрос на нефтянку снизился уже фактически больше чем на 20 процентов по прогнозам озвученным ранее от goldman sachs снижение спроса может превысить 25 процентов от текущего общемирового потребления давление на нефть также оказывает еще и статистика по запасам я ее не касался друзья раньше но сейчас делаю акцент потому что запасы сильно скакнули плюс 13 8 миллиона и фактически рост продолжается 10 недель подряд ну неужели вы думаете что на основании такого фона есть какие-то причины для того чтобы сломалась нисходящая тенденция и бренд в итоге вырос по рублю у нас ситуация следующая 78 73 небольшая коррекция техническая по нефтянке конечно же дает возможность рублю выдохнуть поэтому у вас не должно быть вопросов почему сейчас рубль укрепился все предельно ясно практически стопроцентная корреляция с тем что происходит на рынке нефти доллар индекса доллара 99 73 подрастает я держу друзья длинные позиции вам настоятельно рекомендую также присматриваться только лишь к длинным позициям доллар защитный актив обладает защитными свойствами сейчас спрос на эти свойства увеличивается мы знаем то что травм фактически анонсировал две страшнейшие недели которые ждут американскую экономику штаты уже на первом месте по количеству заболевших 216 тысяч друзья зафиксированных случаев и ближайшие две недели будет зафиксирован фиг пик не только по количеству заболевших но и возможно по количеству летальных исходов даже несмотря на жесткие действующие меры социального дистанцирования голлман сакс прогноз насколько может просесть американской экономики я с вами делился вчера то есть больше чем на 30 процентов во втором квартале это к тому снижению которое будет зафиксировано в первом статистика вчера эдипи минус 27000 не отображает реального наверное положение дел поскольку учитывая последний отчет по заявкам на пособие по безработице количество безработных должно было вырасти куда более существенно друзья я очень надеюсь то что реальные цифры мы с вами увидим в эту пятницу поэтому пятница это важный день для нас для верующих в доллар потому что а в пятницу станет ясно действительно ли трейдеры на фоне разрастающего кризиса в американской экономике готовы сделать ставку на самый высоколиквидный инструмент который обладает еще статусом фондирования я считаю что доллар покажет себя во всей кассе до конца друзья этой недели сегодня у нас данные по заявкам на пособие по безработице уже за прошлую неделю ожидается колоссальный прирост количество заявок и их сегодняшний отчет подготовит нас к очень удручающим цифрам по нон фарм перелса в пятницу в общем есть еще возможность купить доллар пользуйтесь ею золото 1583 здесь тоже в самом начале мы перри загрузки нового бычьего ралли я рекомендую примкнуть к длинным позициям потому что как минимум в район 1650 мы точно сможем быстро дотянуть евро против доллара снижается 109 35 я повторюсь друзья что с европейской экономикой с евро все предельно просто и понятно спад по еврозоне минимум на 12 процентов это плюс к снижению на 3 процента которые мы 12 процентов это во втором квартале 3 процента мы ожидаем в первом квартале данные по инфляции 0 7 с 1 и 2 не дотягиваем существенно не до показателя прошлого месяца не до целевого значения которые находятся на уровне 2 процента вчера вышел отчет по производственному сектору германии 45 и 4 тоже друзья снижение по еврозоне 44 5 действительно можно сделать вывод о том что на 50 процентов уж точно европейская экономика парализована и по-моему в начале этой недели или в конце прошлой недели я вам рассказывал математику почему экономика валютного блока может просить на 12 процентов если интересует доказательство этого можете пересмотреть опять же прошлые ролики но я советую поверить на слово это действительно так поэтому мы ждем новые стимулы поддержки от властей еврозоны от европейского центрального банка и ждем евро доллар снова ниже уровня 1 08 фунт против доллара 1 23 81 здесь для меня британец пожалуй загадка поскольку я рассчитывал то что фунт покажет такое же снижение как и европейская валюта но по непонятным не причинам он сейчас сопротивляется вчера вышел индекс производственной активности 40 7 8 48 тоже друзья подтверждение того что экономика британии может показать спад сопоставимый со спадом экономики валютного блока то есть около 12 процентов во втором квартале потому что статистика по нисходящей динамике она коррелирует и выводы мы можем делать тоже такие синхронные и связанные друг с другом завтра важный отчет по активности в сфере услуг ну о нем мы поговорим уже в ходе завтрашнего брифинга цифра разумеется разочарует это станет еще одним доказательством того что англия скатывается в очень глубокую рецессию я уж надеюсь что еще и в случае роста доллара мы сможем выжать потенциал неисходящего ралли по фунту я верю то что пара фунт доллар как минимум даст еще коррекцию к отметке 1 20 доллар канализ 1 41 71 растем снг снижаемся 2485 пунктов 10 процентов мы точно еще отберем американского фондового рынка советую присоединиться к этой позиции на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания